История пойдет про изучение регуляции транскрипции у бактерий, более точно не про изучение регуляции транскрипции, а про наши попытки понять, как устроена эволюция регуляторных взаимодействий. И сейчас я немножко повторю то, что было вчера, чтобы это был какой-то связанный рассказ. История начинается с того, что у нас есть набор сайтов связывания какого-нибудь фактора транскрипции. Например, мы его можем знать, мы можем эти сайты знать из экспериментальных статей, из эксперимента. Или, может быть, мы эти сайты предсказываем с нуля, исходя, например, от следующей идеи, вот как здесь. Смотрите, вот это начало гена, вот консервативно- последовательность нуклеотидная гена. И есть межгенные участки из шести разных бактерий, в которых явно видно глазом два консервативных островка. Один вот здесь и один вот здесь. Значит, если теперь внимательно посмотреть, то здесь окажется такая удачная история, если это просто вообще точный полиндром. А еще в середине ЦЖ. Мы знаем, когда бывают точные полиндромы с ЦЖ посередине, если это сайт связывания фактора транскрипции семейства Лакы. Ну, теоретически, вообще говоря, могли бы быть исключения, но, ну, ЦЖ, я тут, так сказать, я уже так просто выделываюсь, но что это сайт связывания фактора транскрипции можно с довольно большой вероятностью предполагать. Если посмотреть сюда, то здесь, на самом деле, тоже есть полиндром, просто не такой хороший. Ну, я просто знаю, что это, тут уже другая ситуация, это сайт связывания ЦРП. Но мораль стоит в том, что даже если мы не знаем фактора транскрипции, если здесь раз нет никаких экспериментальных данных, то мы можем за регуляторные мотивы цепляться, исходя вот из таких эволюционных соображений, просто сравнивая межгенной области в разных близких бактериях. Да, речь идет только про бактерии сегодня. Ну, в первой половине, потом, наоборот, будет про комара. Ну, как бы то ни было, а, собственно, вот я это уже сказал. Значит, как бы то ни было, у нас есть набор каких-то сайтов, на которых мы можем обучаться. Значит, мы делаем распознающее правило. Самое простое распознающее правило — это консенсус, то, что написано сверху. Чуть более тонкий, начиналось ровно с этого, просто люди писали консенсус сайтов, да, в каждой позиции мы выравниваем сайты, в каждой позиции пишем самую частую букву, и потом смотрим, вот в потенциальном сайте, который мы хотим оценить, смотрим, сколько позиций совпало вот с этим идеальным консенсусом. Значит, чуть более тонкий, такой, имеющий некоторый вероятностный смысл, способ это делать — это позиционные весовые матрицы. То есть мы смотрим частоты, не частоты, а вот сколько раз какая буква появилась в каждой позиции, ну, как здесь нарисовано, а потом делаем из этого матрицу, значит, матрицу позиционных весов. Значит, основная идея, что там должен быть логарифм, тогда все будет хорошо. На самом деле понятно, почему логарифм, потому что, когда вы делаете матрицу каунтов, а потом ее превращаете в матрицу частот, то вы получаете вероятностную модель породить вот такой сайт в предположении, что он, значит, порожден из той же генеральной совокупности. И если непонятные слова говорю, то пропустите мимо ушей, а если понятные, то хорошо. Вот. Значит, соответственно, у нас получаются вероятности. Вероятности независимых событий надо умножать, поскольку умножать лень, а мы хотим складывать, то надо взять логарифм, тогда можно будет не умножать, а складывать. Это такой вероятностный смысл этого, а физический смысл этого, что вот правильно посчитанные веса, а не пропорциональные энергии связывания. Вот. Ну, как бы то ни было, можно к этому подходить догматически, значит, у нас есть стандартный способ построить... Прошу прощения. У нас есть стандартный способ построить... весовую матрицу. И мы получаем распознающее правило. Для каждого оликонуклеотида той же длины, что наши сайты, мы можем посчитать его суммарный вес, вот для тех конкретных нуклеотидов, которые в это слово входят, и сравнить этот вес с каким-нибудь порогом. Если вес оликонуклеотида выше порога, значит, он потенциальный сайт. Если ниже, значит, это случайная позиция. Проблема в том, что такого сорта распознающие правила оказываются очень грубыми. И если мы ставим порог так, чтобы не пропустить правильные сайты, ну, те, которые у нас были в обучении, например, в обучающей выборке, то мы загребаем очень много лишнего. Потому что правило достаточно грубое, а геном очень большой. И у нас потенциальных сайтов очень много. То есть вот в той области, в тех условиях, в которых мы работаем, потенциальные сайты получаются примерно от 5% до 10% генов в геноме, что явно слишком много. И тогда есть соображение, которое нам говорит, что правильные сайты должны быть консервативные. То есть правильные сайты должны появляться перед одними и теми же генами. Я этот слайд вчера уже показывал. Я повторю, что идея состоит в том, что случайные сайты, которые предсказались потому, что у нас было плохое правило, они в геномах раскиданы в случайных местах, и когда у нас много геномов, то они не совпадают по положению, появляются между случайными генами. А правильные сайты должны появляться перед одними и теми же генами, потому что сам факт регуляции эволюционно должен быть консервативен. А этот факт эволюционно консервативен, потому что он биологически осмысленен. Потому что множество регулируемых генов — это не случайное множество, а это те гены, которым надо вместе регулироваться, исходя из биологических соображений. И мы получаем вот такую процедуру фильтрации, что правильно, если мы берем много геномов, значит, берем одни и те же гены в этих геномах, если сайт появляется систематически перед одним и тем же геномом, он, скорее всего, правильный. А если он появляется спорадически как-то один раз, значит, он, скорее всего, неправильный. Значит, есть промежуточный область. На самом деле, промежуточная область — это самая интересная, потому что, с одной стороны, там могут дожить ошибки, а с другой стороны, там как раз живут индивидуальные отличия между геномами, и там живет вот та самая эволюция регуляторных сетей, про которую я собираюсь рассказывать. Когда какой-то ген в половине геномов регулируется, а в половине геномов не регулируется одним и тем же сайтом. И такого сорта вещи можно смотреть, когда у вас очень много геномов. Когда у вас геномы два или три, то вопрос об индивидуальных особенностях не идет, если только у вас нет экспериментальных данных, конечно. Они довольно редко бывают доступны. А вот если у вас геномы в десятке, то совсем видоспецифичные регуляторные взаимодействия, вы, конечно, все равно потеряете. Но уже сколько-нибудь систематические, да, вот те регуляторные взаимодействия, которые, скажем, реализуются в заметной доле из этих геномов, там, в половине, в третьей и так далее. Их вы увидите, и можно пытаться их описывать, ну, или хотя бы обсуждать. И, ну, один пример того, как это используется для содержательной биологии. Вот какой-то пример я рассказывал вчера про НРДР и сообразил, что у меня в этой лекции тот же самый пример, поэтому мне пришлось срочно в ночи его поменять на что-то другое. Если бы я был умнее, я бы вчера просто его пропустил, но я забыл. Вот, значит, это история про цинк. Да, почему это нужно, да, так сказать, как бы с одной стороны это действительно интересно, потому что любая эволюция интересна, с другой стороны биологам таким вот от станка, значит, им интересны какие-то конкретные факты про нынешних вот живых организмов, с которыми они имеют дело. И просто один пример того, как действительно можно интересную биологию из такого анализа регуляции вынимать. Еще история про цинк, она довольно старая уже. У цинка есть несколько ролей в клетке. С одной стороны, он является таким структурным ионом, который поддерживает структуру большого количества белков. В частности, здесь они перечислили ДНК полимеразы многих рибосомных белков. А с другой стороны, это каталитический ион тоже в большом количестве важных ферментов. То есть цинк действительно необходимый элемент для всех бактерий. А с другой стороны, в больших дозах он ядовит. Так, это почему-то у меня... В больших дозах он... Тоже какая-то дупликация произошла сегментная. Вот, в больших дозах он ядовит. И есть, наоборот, специальные системы выкачивания цинка из клетки. В общем, ясно, что гомеостаз цинка надо довольно плотно регулировать. И этим занимаются разные факторы транскрипции. Но про экспорт я говорить не буду. Этим занимаются факторы транскрипции семейства МРР. Такого замечательного. Там много замечательных систем устойчивости к тяжелым металлам, устойчивости к антибиотикам. Там, в общем, тепловой шок регулируется этим семейством. Там очень красивая структура, связь с промоутерами. Бог с ними. А я буду говорить про те факторы транскрипции, которые регулируют импорт цинка. И это старая работа. Когда мы ее делали, были доступны вот эти геномы. Это дерево токсономическое. Это не дерево факторов транскрипции, а это просто токсономическое дерево бактерий, чтобы понять, с кем мы имели дело. У нас были энтеробактерии. И там имеется хорошо изученный фактор ЗУР, который принадлежит к семейству ФУР. Значит, ФУР – это ферри-каптейк-регулейтор, а ЗУР, как не трудно догадаться, цин-каптейк-регулейтор. И, собственно, мы исторически сначала на ФУР смотрели, а потом решили, что давайте мы заодно и на ЗУР посмотрим. Это еще один фактор из того же самого семейства, из фермикут, из грамм положительных. Значит, он из того же семейства, но он не близко родственный вот к тому ФУРу. То есть нельзя считать, что это один и тот же фактор в разных геномах. Никто не знал, что происходит в альфа-протобактериях вот здесь. А в стриптококках… Да, это, соответственно, бациллы, а это стриптококи. Значит, в стриптококках были какие-то экспериментальные соображения, что там есть фактор транскрипции цинк-специфичный совершенно из другого семейства, негомологичный вот ЗУРом из бацилл и из энтеробактерий. Да, то есть у нас есть два родственных фактора, один неродственный и неизвестно чего. Вот с этого мы начинали. Соответственно, мы нашли мотивы. Ну, опять, для ЗУРов мотивы были известны из экспериментальных работ. Для остальных, значит, для стриптококкового фактора мы этот мотив просто нашли, потому что он появлялся перед правильными генами, которые цинком должны… Ну, перед цинковыми транспортерами, собственно. Вот. И нашли мотивы для альфа-протобактерий. Значит, там оказалось, что там есть тоже белок ЗУР просто по гомологии с гамма-протобактериями. И есть несколько вариантов мотива, да. Мотивы, на самом деле, все мотивы похожи, но не до конца. Да, у них там немножко разная длина, и ясно, что этот фактор как-то эволюционировал в процессе. Да, то есть мотивы связывания с ДНК у всех этих факторов чуть-чуть разные. Но, тем не менее, достаточно похожие, чтобы уверенно говорить, что это во всех протобактериях, что это один и тот же фактор, который немножко эволюционировал. А дальше мы применили вот ту самую процедуру поиска согласованных появлений потенциального сайта перед генами в разных организмах. И такая, ну, более-менее естественная, простая часть этого, что мы нашли кучу. Ну, увидели, что цинковые транспортеры в этих бактериях действительно везде регулируются цинковыми репрессорами. Цинковый транспортер тоже опознается по гомологии, по сходству. Там достаточный уровень сходства, чтобы, в общем, более-менее уверенно говорить, что он действительно ту же функцию имеет, что он цинковый. Нашли немножко новых транспортеров, про которых, ну, более точно новых компонентов транспортеров. Да, там был белок, который, по-видимому, является компонентом цинкового транспортера. И он тоже цинком регулировался. Я не буду подробно в это залезать. Там были еще очень замечательные белки, которые связаны с патогенезом, как раз вот с вирулентностью стриптококков, которые тоже цинком регулируются. Это белки, которые способствуют адгезии стриптококков к капителию. Почему они должны регулироваться концентрацией цинка? Этот вопрос очень интересный. И ответ на него мы, в общем, не знаем. У нас была гипотеза, что там дело в том, что в разных частях организма человека... Катя Панина, моя тогда аспирантка, студентка еще даже, которая эту работу делала, значит, она где-то вышла в какой-то древней физиологической книжке, что в разных тканях человека разная концентрация цинка, и тогда стриптококков... Значит, у нее была такая замечательная идея, что стриптококк по концентрации цинка знает, в каком месте хозяина он оказался, и там, соответственно, ведет себя по-разному. Ну, если это пневмокок, то он там не хочет задерживаться в слизистый нос, а хочет задерживаться в слизистых бронхах и легких, вот что-нибудь такого сорта. Но мы побоялись про это писать, потому что это как-то слишком все притянуто, как мне показалось. А вот другую вещь она меня заставила написать, потому что... И правильно сделала. Хотя я тоже поначалу брыкался. Значит, там история вот какая была. Вот есть этот самый метод проверки соответствия, значит, что появление сайтов должно быть согласовано. Дальше Катя приходит и говорит, Михаил Сергеевич, а вот смотрите, у нас почему-то вдруг много рибосомных белков с потенциальными сайтами. Значит, я спросил, это одни и те же белки или нет? Она говорит, нет, разные. Ну, тогда я и прочитал лекцию по арифметике, что рибосомных белков несколько десятков, поэтому если вы случайно раскидываете сайты по геному, то вы в какой-нибудь ген рибосомного белка попадете, ну, перед геном рибосомного белка попадете просто из чисто арифметических соображений. И, значит, ей в грубой форме посоветовала не заниматься ерундой. Ну, не очень грубой, ладно. Вот, значит, посоветовала не заниматься ерундой. Она меня не послушалась, и это вообще у меня во второй лекции тоже будет аналогичная история. Вообще большую часть моих научных открытий сделаны моими аспирантами, которые меня не слушали, когда я им говорил, что ерундой заниматься не надо. Понятно. Почему? Потому что когда ты делаешь что-то очевидное, то это не открытие. Ты можешь очень хорошо это сделать, это будет очень интересно, но это не будет открытие. Открытие — это когда все считают, что это ерунда, а на самом деле вот так оказалось. Вот, это понятный эффект. Смотрите, что здесь нарисовано. Значит, это разные бактерии. Разным цветом показано просто потому, что в зависимости от того, какой регулятор цинковый в этом геноме существует. Столбцы — это четыре разных рибосомных белка. У них бывают паралоги, да, они иногда дуплицируются. То есть вот, скажем, в стафилококке три гена, которые кодируют разных гомологов белка L33. Значит, значки означают следующее. Минус означает, что в этом геноме есть такой ген, ну или, соответственно, два таких гена, и они не регулируются. А плюс означает, что вот этот ген, вот в этом геноме, перед ним имеются потенциальные сайты связывания цинкового репрессора. Ну, крестик означает, что сайт связан, что эти два гена просто в одном опероне. Поэтому, если сайт перед этим геном, то этот ген тоже будет регулироваться, потому что они в том же опероне лежат. Совершенно неполучительная картинка, на мой взгляд, потому что, ну вот, случайным образом по геномам где-то раскиданы эти самые сайты связывания. Если присмотреться, то можно сделать следующее наблюдение, что если у нас есть регулируемый ген, то это всегда не единственный ген такого типа в этом геноме. Знаешь, что у нас не бывает, вот всегда, когда у нас есть регулируемый ген, в том же геноме есть одна или несколько нерегулируемых копий. Значит, это, как выяснилось, важное наблюдение. Вот. А больше, в общем, ничего интересного глядя в эту таблицу сказать нельзя, по-моему. Ну, а дальше Катя раскопала статью Киры Макаровой и Кунина, и соавторов. Вот эту. Она совершенно замечательная. Значит, они тоже заметили, они не занимались регуляцией, они заметили, что есть, бывают паралоги, значит, бывают дупликации. Опаньки, это хорошая штука-то, она так и убить можно. А есть какой-нибудь способ ее зафиксировать, а? Сурово. Ну ладно, хорошо. Сейчас, а я тогда сделаю... Айрат, а можно я вас попрошу поработать с этим самым рычагом? Вот вы не можете здесь постоять и ее вот так подержать. Я обещаю, что я не буду ее нарочно сильно крутить. Не-не-не, вы можете с этой стороны, вам же интересно тоже будет. Вы просто придерживайте немножко, она на самом деле будет устойчива. Значит, смотрите, у меня просто одно слово написано. Вот эта вот статья, значит, они заметили, еще раз, они заметили, что бывают дупликации рибосомных белков, генов рибосомных белков. Они заметили, тут у меня низ таблички потерялся, к сожалению, я идиот. Вот, ну ладно, тут тоже все видно. Значит, они заметили, что всегда, когда случаются эти дупликации, это не просто абы какие гены, а это гены, в которых есть мотив так называемой цинковой ленты. Это две пары цистеинов, которые, собственно, и координируют этот самый ион цинка. У них статья, зачем мне доска была нужна, я сейчас напишу, как эта статья называлась. Вот. И наблюдение, которое они сделали, to see or not to see, вот, значит, наблюдение, которое они сделали, все, спасибо большое, наблюдение, которое они сделали, еще состояло вот в чем. Оно состояло в том, что вот этот вот мотив цинковой ленты, он иногда может быть разрушен. Вот как здесь, да, у некоторых белков скобочки, это те копии, у которых цинковая лента есть, у которых есть эти цистеины. Но после дупликации эти цистеины вполне могут пропадать, соответственно, если скобочки нет, значит, цинковой ленты нету. И они это описали, они это обнаружили, значит, вот сделали такое наблюдение, аккуратно его описали, никаких выводов из этого не следовало, потому что, ну вот да, так бывает. И Катя добралась до этой статьи и усовершенствовала эту таблицу, она теперь показала, где цинковая лента есть, а где цинковая лента нет. И вот тут уже все стало совершенно замечательно, потому что, смотрите, всегда, когда ген регулируется, у него цинковой ленты нет. Это первое наблюдение. Второе наблюдение, что всегда, когда есть регулируемый ген, в этом же геноме обязательно есть копия такого гена с цинковой лентой. И вот это правило держится железно. Причем одни и те же, при этом одни и те же белки, пожалуйста, он может быть один-единственный без цинковой ленты и тоже замечательно работает. Да, тут никаких копий нету, поэтому ясно, что это единственный рабочий ген. То есть он вполне может без цинковой ленты работать, но иногда бывает, что цинковая лента в нем есть. Ну да, это я уже рассказал. Значит, мы придумали следующий сценарий. Там, на самом деле, мы оказались слишком умные, там было существенно более простое объяснение, про которое мы не сообразили. Но это хорошо, что мы его не сообразили, потому что вот это красивое объяснение тоже оказалось правильным. Сейчас я оба расскажу. То есть простое объяснение, которое нам в голову не пришло, состояло в следующем, что у нас есть два варианта белка. Один с цинком и работает хорошо, другому цинк не нужен, и белок работает похуже. А без белка вообще нельзя, тогда вся рибосома не будет работать. Поэтому, если нам цинка не хватает, то мы вместо того белка, который с цинковой лентой, начинаем синтезировать тот белок, который без цинковой ленты. Он входит в состав рибосомы. Рибосома получается не такая хорошая, как могла бы быть, но все-таки рабочая. Что у нас просто есть запасной, на случай голода у нас есть сухари. Да, вот мы там любим бутерброды с маслом, но если масла не дают, то мы тогда будем есть сухари. Вот, это простое объяснение, оно нам в голову не пришло. А хитрое объяснение, которое мы придумали, было вот какое. Что рибосома работает как депо цинка. Что когда цинка много, его хватает и рибосомом, и его хватает ферментом, который от цинка зависит. Теперь, представьте себе, что цинка стало мало. В простой ситуации, если никакой регуляции нет, происходит вот что. Рибосомы составляют большую часть клеточного белка. В этом смысле клетка устроена как экономика социализма, когда никто не делал башмаков, но зато делали очень много станков для производства башмаков. Когда я политэкономию социализма учил, мне там объясняли, что главное это производство средств производства. А вовсе не производство чего-нибудь, что нужно съесть или надеть, или, в общем, что-то полезное. Вот здесь то же самое. Рибосомы – это производство средств производства, это станки. И рибосомного белка в клетке, по-моему, что-то я сейчас… 70% клеточного белка у бактерий – это белки рибосом. Это означает, что если у нас имеется недостаток цинка, то рибосомы на себя весь цинк тетруют. И ферментом, который от цинка зависит… Это жизненно важные ферменты, это полимеразы, протеазы, без них жить-то нельзя. Им цинка не достается, им цинка не хватает, потому что он весь оттетрован на рибосомы, и все, привет, клетка сдохла. Но теперь у нас есть вот этот регуляторный механизм. Значит, если цинка много, цинковый репрессор сидит на своих сайтах и запирает транскрипцию вот этих цинк-независимых копий. И цинка всем хватает – и рибосомам, и ферментам. Теперь, если цинка мало, репрессор свалился со своих сайтов. Мы знали, что это репрессор. Если репрессор свалился со своих сайтов, началась транскрипция, а вслед за тем и трансляция цинк-независимых вариантов белков. Они вставляются в рибосомы, замещая цинк-зависимые белки. Цинк высвобождается, и его теперь хватает ферментом. Какая-то часть рибосом у нас при этом будет не абсолютно эффективной, но все равно рабочей, потому что мы знаем, что иногда белок без цинковой ленты просто единственный. Это означает, что это вполне рабочий вариант. Ну, я это, собственно, уже рассказывал. И дальше случилось вот что. Нам все это так ужасно понравилось, что мы захотели публиковаться в хорошем журнале, а хорошие журналы нас, значит, говорили, что это вовсе не так замечательно. И мы довольно долго с ними базарили. Потом я не выдержал, потому что мне действительно нравилась эта работа, значит, я не выдержал и попросил своего деда Израиля Мисеевича Гельфанда представить эту статью в труды Национальной академии наук США, что он как американский академик мог делать. Да, это был еще 2003 год тогда, но сейчас так нельзя, сейчас надо просто в редакцию посылать, сейчас этот журнал стал как обычный журнал. А тогда этот журнал работал как доклады Российской академии наук, скажем, когда академик может представить статью к публикации. Вот, единственный раз я этим вариантом воспользовался. И, значит, Займ Мисеевич сказал, что да, конечно, а он тогда интересовался тоже биоинформатикой, то есть он понимал, о чем речь, но только я твою статью пошлю Кунину. Ну, потому что Займ Мисеевич знал, что Кунин великий человек и при этом достаточно жесткий, чтобы ерунды не пропускать. Вот, что эта статья, это продолжение как бы, что мы вот додумали то, что Женя не додумал, это Займ Мисеевич не знал, он просто Кунина знал лично и ему доверял. Вот, значит, отправилась на рецензию к Жене, Женя это все страшно одобрил. Вот, мне было безумно приятно, потому что действительно мы Кунина, но всегда приятно там великого человека, значит, немножко, значит, как-то опередить и что-то такое объяснить, чего он не понимает, да, потому что ты как бы тоже становишься, значит, как этот самый, с Пушкиным на дружеской ноге. Вот, в общем, мы все это опубликовали в КНАСе, а через 9 месяцев была опубликована вот статья большого количества японцев, в которых это было показано экспериментально, вот ровно тот самый механизм с ДПО. Значит, японцам не повезло, потому что это тяжелый опыт, я потом разговаривал с биологами, это очень тяжело сделать было технически, и явно они этим начали, не то что они прочитали нашу статью и начали ее проверять, они на самом деле про это знали до того, как наша статья была опубликована, но наша, с другой стороны, была сделана, она, я говорю, она еще год по редакциям болталась. Вот, значит, они, ну, в прочем, молекулы микробиолочи тоже хороший журнал, в общем, это не то, чтобы они совсем уж ужасно пострадали. Вот, а нам повезло, потому что вот этот вот сложный механизм с высвобождением цинка из ДПО, он работает только для одного из этих белков, ровно того, который японцы проверили, а для остальных это просто простое замещение, там потом было много еще статей про это, потом оказалось, что такой механизм работает для всех семи белков, у которых цинковая лента есть, да, я рассказал про четыре, на самом деле есть еще три грибосомных белка, у которых есть цинковая лента, мы у них регуляции не увидели просто потому, что ее не было в тех геномах, на которые мы смотрели, а когда геномов стало больше, оказалось, что такие механизмы для всех семи грибосомных белков с цинком существуют, И в большинстве случаев это простое замещение для сохранения пулы рибосом. А вот в редких случаях это действительно вот такой механизм с высвобождением цинка для нужд других белков. В общем, мораль этой истории состоит в том, что помимо того, что анализ регуляции – это такая красивая эволюционная наука, и смотреть это на бактериях очень поучительно, потому что на бактериях это смотреть проще, а какие-то основные… Есть известные высказывания, не помню, кого-то из классиков, что то, что верно для кишечной палочки, верно и для слона. Не совсем правда, но надежда состоит в том, что научившись на простых объектах, мы постепенно сможем что-то сделать с более сложными. Собственно, сегодня так оно и получится. И вот занимаясь такого сорта деятельностью в большом количестве, когда геномов стало много, мы стали замечать, что регуляторные сети у бактерий очень подвижны, что регулоны – это множество регулируемых генов для конкретного фактора транскрипции, что регулоны для одних и тех же факторов транскрипции бывают то маленькие, то большие в родственных бактериях, что бывает ситуация, когда вдруг в какой-то группе бактерий возникает новый регулятор, которого нет у их родственников, и начинает регулировать какие-то гены. Что бывают ситуации, когда регуляторы дуплицируются. Причем ситуации бывают разные. Бывает, что есть две копии какого-то, ну, два варианта какого-то регулятора, очень похожие друг на друга, они недавно дуплицировались, и они регулируют примерно один и тот же набор генов. Просто из экспериментальных статей известно, что они, скажем, с разной афинностью связываются с разными. Так, можно это куда-нибудь деть, пожалуйста? Да, значит, мы просто из экспериментов знаем, что эти регуляторы связываются с разными сайтами, с разной афинностью. То есть там получается немножко другая кривая ответа на появление регулятора. Бывает наоборот. Да, бывает, что они дуплицировались, и каждый регулирует свой набор генов после этого. Часть того набора, который был у предшествующего регулятора. Бывает, что вообще регуляторы теряются. Да, вот был набор генов, он как-то регулировался, а потом бабах, фактор транскрипта, такого больше нет. И много-много, да, значит, бывает, что много-много-много каких-то таких событий происходит. И то, что я сейчас буду рассказывать, это не есть какая-то общая теория того, как эволюционируют регуляторные сети транскрипционные. Это скорее какой-то набор красивых историй, которые позволяют про это думать. Это такой материал для того, чтобы такую теорию строить. И мы так довольно давно уже думаем, что, в общем, пора начать этим заниматься, но все как-то не получается. Все как-то не получается. Вот. Значит, первый пример, такой довольно забавный. Значит, это пример, это очень хорошо изученный фактор транскрипции. его сначала называли фруктозным репрессором, потому что он регулирует фруктозный оперон в кишечной палочке. А потом оказалось, что он регулирует много что, и его переименовали в КРА. Это репрессор и активатор катаболизма. То есть оказалось, что он регулирует очень много генов. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем взять существующие экспериментальные данные по тому набору генов, которые регулируются этим фактором, и посмотреть, у родственников кишечной палочки сайты перед этими генами сохранились или нет. Это не искать их вообще во всем генове, а просто в конкретных генах посмотреть, что там происходит. И получается вот такая картинка. Это цикл Крепса, это гликолиз, это путь Энтнера-Дудрова туда наверх, это пентозофосфатный, небось, путь, если я правильно помню, и еще несколько транспортеров и таких частных путей для конкретных сахаров. Вот это фруктозный транспортер и фруктозокиназа для манитола, маноза и глюкозы. Это то, что в кишечной палочке. Почему стрелочки разноцветные? Потому что, если мы посмотрим, что есть в кишечной палочке из лимонелли, то остается вот это. Да, ушли голубые. Если мы теперь посмотрим, что сохранено еще дальше в вибрионах, то вообще остается только фруктозный оперон. То есть тем самым во времени это происходило в обратном порядке. Что вот это предковое состояние. То есть был фруктозный оперон, и у него фруктозный репрессор. Как каноническая ситуация для сахаров. Несколько генов катаболизма, и к ним свой собственный специальный репрессор. А потом вдруг этот регулятор захватил гликолиз, вот это центральный метаболизм. У нас, к сожалению, нет промежуточных геномов. У нас нет геномов, которые были бы дальше от кишечной палочки, чем ерсиния, и при этом ближе к кишечной палочке, чем вибрион. Потому что тогда мы бы видели промежуточные стадии вот этого захвата. А сейчас мы видим все-таки, мы сразу через несколько ступенек вынуждены перескакивать. Но тем не менее, был фруктозный оперон под регуляцией, фруктозный путь, и вот захватились все вот эти вот пути. А потом уже лично у кишечной палочки, кишечной палочки из ремонеллы, извините, у предка захватились еще один боковой путь. Это не так интересно, но этот регулятор полез регулировать часть генов в цикле Крепса и в этом самом, как он называется, глиоксилатном шунте. И оказывается, что это довольно типичная ситуация на самом деле. Потому что потом, уже я в этом не участвовал, а вот Дим Родионов, который эту работу делал, он потом аналогичную историю нашел в Шиванеллах. Там история была про то, что был регулятор, который, чтобы я помню, по-моему, он вот этот оперон регулировал у всех, а у Шиванелл он опять-таки регулирует весь центральный метаболизм, гликолизм и цикл Крепса. Только и лично у Шиванелл, больше ни у кого. То есть такой тоже локальный регулятор одного оперона внезапно стал глобальным регулятором центрального метаболизма. Похоже, что это какая-то достаточно типичная ситуация. А вторая история как раз будет про железо. Значит, железо... С ним та же самая история. С одной стороны, это обязательный кофактор, а с другой стороны, когда слишком много железа, оно ядовито. Значит, есть этот самый фур кишечной палочки. А есть какой-нибудь, может быть, радист или какой-нибудь такой вот человек, чтобы ему нахлопать по ушам, чтобы это перестало... Мне не жалко, но все время дергаться тоже как против. Или это наводки с этого самого... С микрофоном. А, просто микрофон надо было выключить. Спасибо. Вот. Значит, что регулирует фур у кишечной палочки? Ну, понятно, он регулирует транспорт железа, транспорт гема, транспорт сидерофоров, синтез сидерофоров. Сидерофоры — это такие вещества, которые нужны, чтобы хилировать железо и потом его из среды, потом засосать вместе с железом. Запасание железа, всякие ферритины, железозависимые ферменты, синтез гема, синтез железно-серных кластеров. Это в белках бывают такие структуры из атомов железа и серы. Они, железно-серные кластеры, в частности, если я правильно понимаю, во многих факторах транскрипции служат для измерения концентрации кислорода свободного, что-то такого сорт. Значит, это хорошо изученная система кишечной палочки. А у бацилла субтелес примерно то же самое. Ну, казалось бы, да, кишечная палочка грамм отрицательная, бацилла субтелес грамм положительная, у них одно и то же, наверное, так будет у всех на свете. И оказалось, что нифига. Потому что, если посмотреть на альфа-протобактерий, да, это вот резобии, бруцеллы и всякие вот такие вот звери, у них есть несколько регуляторов, связанных с железом. Ну, во-первых, есть много у кого есть, вот, фур и все то же самое. Это такая сводная таблица, что наблюдали хотя бы у кого-нибудь. Есть еще всякие регуляторы. Вот есть регулятор, который чувствует статус железно-серных кластеров, есть регулятор, вот там РИРА, который много что регулирует, есть ИРР, который много что регулирует. И у них там разные кофакторы, то есть они разным способом меряют концентрацию железа. И вот эта картинка, она собрана по экспериментальным работам, то есть стало ясно, что там действительно происходит какая-то активная жизнь, и с этим интересно разбираться. И сначала мы изготовили эту таблицу. Значит, это разные геномы. Значит, каждая строчка – это один геном. А каждый столбец – это просто… Есть такой ген в этом геноме или нет? Каждый столбец – это фактор транскрипции. Ну, соответственно, там иногда бывает несколько копий, это неважно, это уже не так интересно. Значит, соответственно, цвет столбца, там, где стоит плюсик, там еще клеточка покрашена, чтобы было хорошо видно. Да, вот есть ИРР много где, но где-то его нет. Есть ИСЦР вот в этих геномах. Там кое-где есть РИРА, значит, интересные столбцы – вот этот и вот этот. Почему они интересные? Потому что здесь, смотри, здесь два цвета разных. Такая чудесная история. У многих альфа-протобактерий тот белок, который у всех бактерий был железным репрессором, фуром, у этих бактерий он стал марганцевым репрессором, то есть муром. Вот фур стал муром. Откуда мы это знаем? Ну, во-первых, мы это знаем, потому что мы видим, какие гены этот репрессор регулирует, этот регулятор, этот фактор транскрипции регулирует. Потому что в этих бактериях полностью отсутствуют сайты перед генами белков, связанных с железом каким-нибудь образом, а при этом есть сайты перед марганцевым транспортером. Ну, кроме того, у кого-то одного, таки да, было показано, что этот белок в этой бактерии реагирует на концентрацию марганца. То есть это, вот я в самой первой лекции я говорил, что сходство, что, значит, сходство не обязательно означает тождество функции. Вот очень удивительная история. Тут просто ровно один и тот же ген без всяких дупликаций. Вот после дупликации, понятно, одна копия сохранила старую функцию, одна приобрела новую. А здесь без всяких дупликаций, просто ровно один и тот же фактор транскрипции поменял специфичность. Не очень понятно, как это могло произойти, потому что, ну, видимо, там был какой-то промежуточный этап, когда он реагировал на то и на другое. Но таких геномов до нас не дошло. Тут вот забавно, потому что вот он марганцевый, значит, вот эти, вот кое у кого два раза, он уже после того, как стал марганцевым репрессором, он потерялся. Но там есть другой настоящий марганцевый репрессор, он мало у кого из альфа-протобактерии есть, но в частности, он есть вот, обязательно есть у тех, где потерялся фур. А иногда это мур, а иногда они сосуществуют. Вот там есть наверху, это кто это, это бродиризобиум, бетал-1. Вот у нее есть оба, и мур, и марганцевый репрессор, такой канонический МНТР, который известен много у кого. Еще один есть хороший столбец, вот этот. А, это история вот про что. Вот мы в этих геномах, в родобактериях, мы видим мотив перед генами белков, связанных с железом, видим консервативный мотив, но вообще говоря, не знаем, какой фактор конскрипции с этим мотивом связывается, потому что экспериментальных данных ни для кого из них нет. Несите его нафиг, а? Вот, ни для кого из них нет. Я понял, он внезапно включается, по-видимому, я так понимаю, батарейку из него надо вынуть, чтобы он сдох. Так, ну здесь кнопка включения. Ну вот, тут интересно, он реагирует на изменение состояния кнопки, то есть если кнопка горела и вдруг загудела, надо выключить, если не горела и загудела, надо включить. Вот он... Она не рабочая, на самом деле. Так, это не рабочий микрофон, то есть дело не в нем. Да. В нем уже нет батарейки. А может быть, он здесь лежал, чтобы ее прижимать? Может быть. давай попробуем так. Так. Вот все. Хорошо. Вот. Так, дайте я с этой стороны буду подходить. А дальше можно сделать вот что. Дальше можно теперь, это похожая таблица, но у нее смысл немножко другое. Опять, это те же самые геномы. Но теперь каждый столбец, это оперон. И они собраны в функциональные группы. Вот это импорт железа, это запасание железа, это синтез железо-сердных кластеров, железозависимые ферменты, синтез гема, регуляторы транскрипции, и здесь марганец висит, чтобы про него не забывать. И клеточка покрашена, это есть еще серенькие клеточки, где мы не знаем регуляцию, но вы их не видите, и бог с ними. А клеточка покрашена, если и этот ген в этом геноме регулируется вот одним из этих факторов. Вот там, где было два марганцевых репрессора, так вот марганцевые транспортеры регулируются обоими. Вот здесь. А где только один, соответственно, только одним. И тут есть некоторое разнообразие, которое, в общем, может приводить в замешательство. На самом деле тут все хорошо, потому что если мы теперь возьмем просто филогенетическое дерево этих бактерий, то окажется, что вся эта таблица описывается довольно незначительным количеством событий. И события такие. У предкового регулятора был фур, у предка альфа-протеобактерии был фур, который регулировал все гены, связанные с железом, и был ИСЦР, который регулировал только гены, связанные с железно-серными кластерами. И это предковое состояние. Потом случилось вот что, значит, вот у этих бактерий, вот у этой ветки потерялся, значит, изменилась специфичность фура, фур стал муром, и одновременно появился новый регулятор ИРР. Потом у рода бактерий появился вот этот вот новый мотив «Мы не знаем кто», и он отобрал часть генов у ИРРа. Теперь некоторые гены регулируются либо строго ИРРом, либо вот через этот новый мотив неизвестно кем. А вот там на верхней ветке тут ИСЦР потерялся, зато появился ИРРа, и он довольно часто регулирует одни и те же гены с ИРРом. То есть как это выглядело в таблице? Ну вот здесь вот, когда одни и те же гены регулируются двумя регуляторами. А здесь, я на самом деле глупость сказал, здесь два транспортера нарганцевых, вот один регулируется одним репрессором, а другой другим. Вот как тут было. Значит, вот здесь есть двойная регуляция у генов. Вот здесь случилось замечательное, потому что у там кто там, я не вижу, брадерезобий, ну и родственников, у них все разнообразие потерялось, и ИРР все захватил, появившись из ниоткуда, до этого ИРРа там не было. Вот, а у других вот имеется какое-то существование разных разных генов, разных регуляторов. И из этой эволюционной картинки следуют всякие смешные гипотезы, потому что что здесь видно? Что, во-первых, видно, что фур и СЦР имеют очень похожие мотивы, это стрелочка номер один, да, вот, вот это мотивы фура, а это мотивы СЦРа. Они, в общем, похожи. Скорее всего, очень хочется предполагать, что у предка была кросс-регуляция, что к одним и тем же сайтам два разных фактора транскрипции с ним могли связываться. Так, в принципе, бывает, это мы знаем. Значит, второе, что видно, что когда фур стал муром и сайты потерялись, в смысле регуляторы потерялись, и появился новый вот этот РИРа, вон он там сверху, опять мотивы похожи, да, вот это фуровские мотивы, это СЦРовские мотивы, а сверху мотивы РИРа. То есть похоже, что этот новый регулятор умел с какой-то афинностью связываться просто со старыми сайтами, которые остались от предыдущих регуляторов. А третье, что мы видим, что вот этот мотив, который мы не знаем кто, вот он, он опять-таки похож на СЦРовские боксы. То есть, скорее всего, это сайт связывания СЦРа, мотив связывания СЦРа. И все это мы радостно написали. У нас была чудесная такая статья с английскими коллегами, с которыми мы ни разу не виделись, и всю статью написали по имейлу. Они просто занимались этой железной регуляцией долго. И потом уже, когда статья вышла, а Дима Родионов уже уехал тогда в Америку, он с ними договорился на какой-то конференции встретиться и забухать, просто потому что как-то с авторами положено бухать. Даже задним числом. А я их так и не видел никогда. А у меня было другое чудесное переживание, связанное с этой работой, потому что, ну вот у нас была вот эта, значит, вот эти гипотезы были, и была здоровая-здоровая таблица, я ее не показываю, в статье там на разворот была таблица, значит, какие гены, в каком геноме, кем регулируются. И я был в Гиссенском университете, в университете Юстуса Либига в Гиссене, в Германии, у нас там с коллегами был совместный проект, соответственно, я приехал там с ними разговаривать, им дал семинар, не помню уже, про сплайсинг, помню про это, ну и потом, соответственно, меня водили там по лабораториям, такая традиция, когда приезжает человек, то он там, если кто-то хочет с ним поговорить, то ему составляют расписание, и там как поезд вот от лаборатории к лаборатории ходишь. И я так уже в некотором обалдении, а он все-таки звереет, когда я подхожу к нему с этой штукой, по-видимому. Вот. Значит, я захожу в очередную лабораторию, значит, там такая немецкая фрау-профессор, лет, наверное, не знаю, там 45-ти, вот, такая очень вот, ну, солидная такая женщина, серьезная, она не небольшая, но очень энергичная, вот, и у нее на столе лежит, значит, наша статья, раскрытая вот на этой самой таблице, и кое-где галочки стоят. Вот. Я так понимаю, что вот это вот сидит моя немезида, да, вот сидит тетка, и вся ее лаборатория занимается тем, что проверяет эту нашу таблицу. Вот. И она заметила, что я как-то так скосился и разглядываю. Вот. Улыбнулась, говорит, не, говорит, пока все в порядке. Вот. На самом деле, бенформатикой заниматься стрёмно, вот особенно такой, теоретической бенформатикой это может быть и ничего, а вот такой конкретной бенформатикой, когда делаешь просто конкретные предсказания, ну, в общем, тебя всякий биолог может поймать. Вот. Но, правда, сильно нас не ловили. Какие-то у нас были такие слабые, вот, не предсказания, а вот мы так иногда писали в статьях, вот это тоже так может быть. Ну, типа, имеет смысл проверить, но мы не ручаемся. Вот такие у нас были неправильные, а так, чтобы мы жёстко что-то говорили, а потом экспериментально оказалось, что это неправда, но вот вроде бы мы пока не нарывались. Вот. Есть очень похожая работа, которую, наоборот, Лёш Казаков делал про катаболизм разветвлённых аминокислот и жирных кислот. Да, это вот эти метаболические пути. Мы можем стартовать с разветвлённых аминокислот и их дораскладывать до ацетил-Коа и потом его залить в цикл Крепса, а можем взять жирную кислоту и тоже её дораскладывать до ацетил-Коа и тоже, значит, залить это в цикл Крепса. Да, то есть можно питаться вот всякими этими вкусняшками. Вот. И этим тоже, значит, эти системы тоже регулируют очень много разных регуляторов. Вот они здесь написаны. Значит, что здесь забавно? Забавно здесь вот что, что, по-видимому, предковое состояние примерно вот такое. Да, есть свой регулятор на деградацию разветвлённых аминокислот, есть свой отдельный регулятор на деградацию жирных кислот. У Бурхалдерей, Ральстони и Бордетел, вот в этой группе, появилось два новых регулятора. Один стал отгрызать куски у вот этого, значит, розовое это Лио-Эр. Но я их буду по цветам называть, потому что, ну, какая разница, как они называются в номенклатуре. В общем, начал отгрызать куски вот у розового, и кое-где розового вытеснил полностью, его здесь уже не осталось. А на жирные кислоты, вот у Бордетела осталось ещё предковое, это токсономические группы разные, да, у Бордетела ещё осталось предковое состояние, а на жирные кислоты набросился ФАДП, мы его назвали, он новый, его экспериментально никто не смотрел, и, значит, вот это начал отгрызать, и тоже кое-где вытеснил, то есть вот тут, скажем, предкового регулятора не осталось вовсе. А в верхней части истории у этого бета-протобактерии, а у гамма-протобактерий появился вот этот зелёненький ФАДЭР, и это, собственно, единственный парень из всей этой компании, которую экспериментально изучали, и он начал вот здесь вот активно тоже отгрызать разные гены, и в конечном счёте, вот скажем, в кишечной палочке он всё себе и забрал, да, вот весь катаболизм жирных кислот, кишечная палочка регулируется ФАДЭРом. И это как раз то, что написано в учебниках, потому что изучали кишечную палочку, изучили, в частности, ФАДЭР, везде написано, что ФАДЭР регулятор деградации жирных кислот, но это очень производное состояние, да, вот, как бы, что оно совершенно не предковое, у предка никакого ФАДЭРа не было, он появился довольно поздно, кое-где он вот у вибрионов и у шиванел он сосуществует с вот тем регулятором, который остался от предка, а кое-кого, в частности, у некоторых шиванел, у Псердальтрамонос, вот-вот-вот-вот-вот там, да, вот у вибриофишери и у кишечной палочки он старого регулятора уже вытеснил окончательно. И такому сорту истории можно коллекционировать, они интересные и можно пытаться их осмыслять, хотя не очень получается. Значит, как? За счет чего, собственно, происходят перестройки регуляторных сетей? За счет, во-первых, исчезновения сайтов связывания и за счет появления сайтов связывания. Ну, и там исчезновения регулятора, но это такое совсем глобальное событие. Что мы видим? Значит, ну, понятно, значит, точечные мутации, да, просто случилась мутация, сайт пропал, если он был, она его испортила. Интересно, что такой же механизм точечных мутаций довольно хорошо может объяснять появление новых сайтов. Были несколько лет назад работы Майкла Лессига из Кёльна. Он вообще физик по происхождению, и он показал вот что. Он сравнивал большое количество сайтов из разных бактерий, таких экспериментальных сайтов, и строил всякие эволюционные модели, и, значит, оказалось вот что, что если есть, проходите, если есть, вот если возникла нужда в регуляции какого-то гена, да, условия так изменились, что бактерии нужно регулировать какой-то ген, а до этого не нужно было, то время появления сайта состоит из, как бы, двух периодов. Первый период, который долгий, когда за счет случайных мутаций возникает участок, который на сайт похож хоть чуть-чуть, чтобы его фактор транскрипции хоть немножко мог узнать. И это время долгое. Но после того, как такой предсайт возник, положительный отбор очень быстро его доводит до такого состояния, которое нужно. То есть, как только у отбора появляется за что зацепиться, после этого он очень быстро этот сайт превращает в правильный. А вторая вещь, но забавная, потому что оказывается, вот что, оказывается, что еще эволюция сайта связывания может происходить за счет конденсатор там, похоже, что-то с ним происходит, и он начинает в какой-то момент искрить. Вот. Эволюция сайтов связывания может происходить за счет вставок и удалений целых больших кусков генома. Как мы это знаем? Мы смотрели на стриптококков и сравнивали межгенные участки в стриптококках. И оказалось, что довольно типична такая ситуация, когда у части штаммов какой-то участок межгенный длинный, а у другой части штаммов и этот межгенный участок короткий, потому что какой-то кусок выкинут. У нас была наивная идея, но при этом очень естественная, что выкидывается просто то, что не важно. Там нет ничего разумного, он выкидывается, он не удерживается в геноме. Ничего подобного. Оказывается, что те участки, которые выкинуты, они ничуть не менее консервативны бывают, чем те участки, которые нормальные, нормальные межгенники, которые присутствуют у всех. То есть уровень сохранения последовательности в участках, которые у кого-то выкинулись, такой же, как уровень сохранения последовательности в участках, которые присутствуют у всех. это означает, что эти участки не являются менее важными, чем те, которые сохранились. И вот тогда хочется думать, что ставка и удаление таких участков это как раз следствие вот этой эволюции транскрипционных взаимодействий. Итак, это история про... что мы еще можем смотреть про сайты? Это история тоже про транскрипционную регуляцию, но не путем связывания сайтов связывания факторов транскрипции, путем изменения сайтов связывания факторов транскрипции, а это регуляторные структуры рынковые. Так называемые... вот это РНК-переключатели. Чем хороши регуляторные структуры РНК? Тем, что их легко опознавать. И они достаточной длины, чтобы на них можно было строить филогенетические деревья. Беспособственно строить филогенетическое дерево на последовательности длины 16. А на последовательности длины 100 с лишним уже вообще дерево построить можно. Оно будет не очень надежным, особенно вот в дальних узлах, но ветки будут вполне надежные. И вот это такая РНК-переключательная структура, которая регулирует синтез генов рибофлавина. Сейчас, регулирует экспрессию генов синтеза рибофлавина. Я уже... значит, тут кислорода все-таки явно не хватает. Вот. В этой чудесной комнате. Вот. Нет, ну просто я чувствую, что я там заговариваюсь. Я не знаю, как вы это слушаете. Вот. И что мы видим? Вот, например, здесь. Да, у нас есть два экземпляра вот этого регуляторной... Два экземпляра этой регуляторной структуры в этой геноме. Это кластеридиум ацетобутылику, судя по всему. И они при этом очень похожи. То есть это был явно результат дупликации внутригеномной. Здесь то же самое мы видим дупликацию. Здесь дуплицировался. То есть мы видим, что участок генома, содержащий вот эту регуляторную последовательность, может дуплицироваться и встроиться перед каким-то другим геном. И это свидетельство в пользу вот этого механизма, что эволюция регуляции может происходить не только за счет точечных взаимодействий, но и за счет других кусков. И это горизонтальный перенос. Ну ладно, бог с ним уже. Это тоже история про НК-переключателя, но более сложная. Я ее, пожалуй, пропущу. Вот. А второй сюжет, про который я собирался рассказывать, да, вторая часть этой истории, это вот какая. Она уже про структуру белка и про взаимодействие белка с ДНК. Потому что смотрите, что получается. Вот я уже много раз говорил слова, что вот у нас есть гомологичные факторы транскрипции, они друг другу родственники, а мотивы у них разные. Интересный вопрос, как такое может быть? Потому что... Что значит гомологичные факторы транскрипции? Значит, что у них был общий предок. Он связывался с какими-то мотивами. С какими-то сайтом регулировал какие-то гены. А потом нам нужно, чтобы одновременно произошло сразу много событий. Нам нужно, чтобы с одной стороны изменился этот белок, одновременно с этим, чтобы сохранилось взаимодействие, должны измениться все сайты, с которыми он связывался. Одновременно ничего не бывает в биологии, ну, в эволюции. Вот. И, значит, это вот такой тоже сюжет, который интересно смотреть. Там бывают самые разные истории. Но, например, бывает такая история, я ее показывал вчера, показываю еще раз. У нас есть один и тот же регулятор в очень далеких бактериях и потрясающий консервативный мотив, который он узнает. Ну, и даже можно сообразить, почему так бывает. Это вот мы с Леней Мирным, значит, когда-то сделали. Потому что, смотрите, тут ведь есть более консервативные позиции, на этой картинке более консервативные позиции, менее консервативные. Вот это всегда С практически. А где-нибудь вот здесь эта позиция уже не очень консервативная. Тут и А, и С может быть. И здесь тоже может быть и А, и Т. И здесь, может быть, и А, и Т. А здесь вообще не важно, что в этой позиции стоит. И тут полезно, значит, тут есть тонкое место в том, что я сейчас пытаюсь рассказать, потому что консервативность позиции и консервативность сайта можно понимать в двух смыслах. Можно понимать в эволюционном, когда мы берем сайты из разных организмов и смотрим, как они сохраняются. Это такая консервативность эволюционная. А можно понимать консервативность в функциональном смысле. Это то, с чего я начинал в самом начале, когда мы берем сайты одного и того же фактора из одного и того же организма, но от разных генов. И они друг на друга похожи в каких-то позициях, они обязаны совпадать в каких-то позициях. Есть предпочтение букв. Это такая консервативность функциональная. Она связана именно с тем, как белок взаимодействует с ДНК. На какие позиции он смотрит. И вот дальше оказывается, что если мы говорим про вот эту консервативность в физиологическом смысле, во втором, то она определяется просто силой контакта белка с ДНК в этой позиции. Что здесь нарисовано? Вот здесь, например, возьмем ЦРП. Такой известный регулятор. Возьмем много-много сайтов связывания ЦРП из кишечной палочки. А дальше напишем, это будет позиция вдоль сайта. Да, он полиндром, значит, вот здесь его середина. Дальше мы возьмем и посмотрим, насколько консервативны эти позиции в выравнивании этих сайтов. Да, но тут энтропия в качестве меры консервативности. Соответственно, чем энтропия меньше, тем лучше. То есть консервативные будут вот эти позиции. Вот эти, вот это и вот это. А сверху посмотрим, насколько плотный контакт между белком и этой позицией в ДНК. Потому что у нас есть структура. И там плотность контакта меряется, как количество тяжелых атомов на расстоянии не больше, чем данное. Ну и мы видим, что чем плотнее контакт, тем более консервативна позиция. То же самое для пуринового репрессора до пики, на верхнем графике соответствует провалам на нижнем. То же самое для трептофанового репрессора и то же самое для IHF, это integration host factor. То есть получается очень естественная картинка, что если белок с какой-то позиции в ДНК плотно взаимодействует, то у всех сайтов, с которыми этот белок связывается, в этой позиции будет стоять одно и то же. Ну и именно ровно тот нуклеотид, который этот контакт обеспечивает. Это как бы структурное объяснение того, почему сайты сохраняются. Потому что сохраняется структура контактов. А теперь история про то, как сайты меняются. Тоже это началось с частных наблюдений, как всегда. Это результат на самом деле дерева, это такая комбинация нескольких разных работ. Но ЦРП, он был очень известный, ее без нас знали. А потом у нас была работа, где мы смотрели регуляцию в дельта протобактериях, в десульфавибрио. Два разных регулятора было вот здесь и вот тот, который сверху. Ну и ФНР тоже известный регулятор из кишечной палочки и родственников. Про ФНР я вчера рассказывал, это вот тот самый переключатель метаболизма аэробного и анаэробного. А ЦРП это такой фундаментальный регулятор вообще метаболизма в кишечной палочке. Он меряет уровень глюкозы, но в зависимости от этого регулирует десятки генов, очень известный регулятор. И они все представители одного и того же семейства. Тут еще есть другие представители, но цветом выделены либо те, которые в экспериментальных работах хорошо изучены, там есть много сайтов, либо те, на которых мы смотрели. Это вот из десульфавибрио-2. А дальше оказывается вот что. Оказывается, что если мы выпишем вот эти белки и выпишем мотивы, которые они узнают, то есть следующий чудесный закон. Почему надо выписывать именно эту область белка? Потому что это как раз ДНК распознающий домен. Вот ровно тот домен, который в белке с ДНК взаимодействует. Мы это знаем, потому что мы знаем структуру ЦРП в комплексе с ДНК. Я ее показывал только что на пару слайдов назад. В смысле результат этого анализа. И вот что оказывается. Оказывается, что всегда, когда вот в этой... Да, и это взаимодействующие позиции. Всегда, когда здесь в белке стоит аргинин, в мотиве, который узнается, всегда здесь будет стоять ТЖ. А всегда, когда в этой позиции стоит глутамат, а в этой позиции аргинин, вот в этих двух позициях всегда будет ЖА. Ну и здесь, соответственно, симметрично. И так нам это наблюдение понравилось, что мы хотели на это посмотреть более систематически. И уже подобрали все белки, до которых можно добраться. Там из наших каких-то старых статей и из экспериментальных работ. В общем, все до чего можно дотянуться. И оказалось, что это правило сохраняется. Что аргинин здесь будет, ЖТ здесь, глутамат здесь будет, ТА или АТ, значит, там, где надо. Ну а дальше, значит, если у нас есть такие компенсаторные взаимодействия, да, что вот мы, была какая-то аминокислота, вот если есть аргинин, то одно, а если там глутамат в другом месте, то другое. Что это такие компенсаторные изменения в белке и в мотиве, который узнается. То давайте проверим. И вот Эрик Альм, он, в общем, даже без нас эту работу затеял, но там что-то с нами советовался, в общем, нас автор вставил. Идея была вот какая. Давайте мы возьмем ЦРП, стандартный из кишечной палочки. Поменяем у него, значит, он связывается со своими сайтами. Поменяем у него, там, у ЦРП, сейчас я посмотрю, что было. Я уже так не помню. Да, значит, уберем у него вот этот аргинин, на что-то его заменим. И действительно связывание пропадает. Но если теперь сделать замену в сайте, то оно восстанавливается. Вот эта идея, она очень хорошо известна при анализе структуры рынка, что у вас, если была вот Санкриковская пара, вы меняете нуклеотид, один нуклеотид, структура разрушается, меняете второй нуклеотид, структура восстанавливается. Вот здесь очень похожая ситуация, но только не при взаимодействии РНК и РНК, а при взаимодействии белок ДНК. Ну, там вот экспериментальные данные, которые были, они так сказать... Я рассказал немножко слишком хорошую историю, чем та, которая была на самом деле. То есть там сильных противоречий с вот этой структурной моделью не было, но там не все парные мутации восстанавливали взаимодействие. В общем, тоже понятно, почему все-таки вот это вот белок ДНК вещь, честно, более тонкая, чем там взаимодействие вот конкретного аминокислотного остатка с конкретным нуклеотидом. И ясно, что какие-то двойные мутанты, там что-то другое нарушилось, что было важно для взаимодействия. Но в целом тенденция действительно проявилась. То есть это там в НАР взяли эту статью практически сразу, да, то есть это действительно было вполне убедительно. А после того, как мы сделали вот эту самую, значит, работу про ЦРП просто руками, значит, возникла идея, что давайте мы тогда систематически такого сорта вещи смотреть. Потому что что мы можем сделать? Мы можем взять какое-нибудь большое семейство факторов транскрипции. Ну, например, лакы. Предсказать для членов этого семейства сайты связывания, вот нашими методами, которые мы умеем. А потом сделать такую, значит, посмотреть на такие данные. Значит, мы выравниваем факторы транскрипции, мы выравниваем их сайты связывания, при этом мы помним, какой сайт к какому фактору относится. И смотрим, нет ли корреляции между тем, какая аминокислота появилась в данной позиции белка, и тем, какой нуклеотид появился в данной позиции в сайтах. И перебираем всевозможные пары, и оставляем, значит, смотрим, в каких парах такая корреляция есть. Значит, там есть всякая тонкая математика за этим. Чтобы это сделать аккуратно, надо сделать чуть более тонкий анализ, вот чем тот, который я рассказал, но базовая идея ровно такая. Мы просто смотрим на скоррелированные позиции. И опять, люди это уже делали. Люди это делали при анализе структуры РНК, люди это делали при анализе белковых структур, потому что была идея, что если у вас есть контактирующие позиции в белке, то, соответственно, аминокислоты в этих позициях будут скоррелированы. Но вот мы очень похожую вещь, там, с немножко другой, ну, с другим обоснованием и с немножко другой математикой попробовали применить к факторам транскрипции и их сайтам связывания. Значит, фишка тут была в том, что, поскольку вот таким массовым анализом регуляции, кроме нас особенно никто не занимается и не умеет, то у нас вот здесь есть, значит, просто вот наши данные позволяют такого сорта вещи делать, потому что они у нас есть, а других людей их нет. Потому что вот эти вот предсказанные сайты генерим в каких-то таких промышленных масштабах. А дальше оказалось очень хорошо, значит, что здесь нарисовано. Значит, сверху это выравнивание белков, сбоку это выравнивание сайтов связывания, и яркие квадратики, это скрелированные пары. А дальше, поскольку это семейство лакы, для него известны структуры, то мы можем посмотреть, а где эти скрелированные пары живут. И вот эти, вот это вот красным, тут выделены позиции в белке, которые показывают наибольшие корреляции с сайтами. И замечательным образом это ровно те самые позиции, которые участвуют в распознавании, да, те самые остатки. Вот они заползают в большую бороздку, а вот этот заползает в малую бороздку. Значит, такого же сорта картинку сделали. Тут совершенно чудесно, поскольку делали три разных студента эти работы, то у каждого свои собственные колористические предпочтения, поэтому сейчас будет ровно одно и то же нарисовано на слайдах, но в разных цветах. Значит, уговорить их, значит, пользоваться какими-нибудь одной схемой мне вот за много лет так никогда и не удалось. Вот. И это другой регулятор. Тут фишка была в том, что тут, вот они, значит, эти самые позиции скоррелированные, да, вот здесь они теперь беленькими, значит, белым покрашены. Сейчас у меня, да, значит, вот они в белке, вот эти вот самые яркие позиции. И тут мы делали анализ слепую, потому что, когда мы делали вот это сравнение, мы не знали структуры, а наши соавторы нам эту структуру не показывали, а говорили, вот вы сначала посчитайте, а мы потом проверим. Вот. Ну, в общем, оказалось нормально, потому что вот она структура, и скоррелированные позиции живут вот здесь, то это белковая альфа-спираль, которая непосредственно взаимодействует с ДНК. И еще вот здесь, значит, ну это то же самое, только увеличено. Вот это ДНК, это распознающая альфа-спираль, а это альфа-спираль, которая лежит над этой. И она тоже, вот позиции, остатки здесь тоже скоррелированы с тем, что в ДНК, то есть похоже, что они просто влияют, вот эти остатки влияют на структуру взаимодействия, да, на ориентацию этой спирали, на что-то такое. То есть здесь есть здоровый гидрофобный кластер, и все аминокислоты этого гидрофобного кластера скоррелированы с позициями в ДНК. Сейчас, одну минутку. Страшно греется телефон, почему-то он решил тоже ожить. Вот такая же история про семейство Меррер. Я просто сейчас картинку покажу, чтобы показать, что они разные. Это Меррер семейство, я про него уже рассказывал, и это то самое, которое связано с устойчивостью к тяжелым металлам. Тут кадмий, свинец, ртуть, медь. Тут какой-то есть чудесный фактор транскрипции, который реагирует на концентрацию золота. Вот, его аргентинские ученые изучают. Ну, та же самая история. Что если мы посмотрим на структуру, то здесь не очень хорошо видно. Но, в общем, зелененькие – это бессмысленные квадратики, а красные и желтые – это те, которые скоррелированы. Значит, чем ярче, тем скоррелирование. А плюсы – это те позиции, в которых образуется действительно контакт. И тут полезно понимать вот какую вещь. Что вот есть позиции, которые определяют специфичность взаимодействия, и это те, которые мы видим. Да, там, где аминокислотный остаток скоррелирован с нуклеотидом. А есть позиции очень важные. Они контактируют, но они абсолютно консервативные. То есть они просто определяют сам факт взаимодействия, не его специфичность. И вот такие абсолютно консервативные позиции мы, конечно, будем пропускать, потому что если она абсолютно консервативна, то нет никакой корреляции. Да, там всегда одно и то же. Вот. Ну, в общем, тоже все хорошо. И вот теперь тот самый ужасный вопрос. А как вот происходит так, что меняются факторы транскрипции и одновременно меняются их мотивы? Есть вот чудесный пример, который я очень люблю. Это пример вот про что. Значит, жил предок кишечных палочек, и у него был рибозный репрессор. И семейство Лакы тоже. И этот рибозный репрессор регулировал гены катаболизма рибозы. А потом он дуплицировался. И одна ветка, да, это общий предок кишечных палочек, вот здесь вот жил общий предок кишечных палочек и вибрионов. Ну и там еще много кого, да, вот это вибрионы, а вот там кишечные палочки и сальмонеллы и все прочее. И одна из копий этого транскрипционного фактора осталась рибозным репрессором, а другая копия стала пуриновым репрессором. Теперь регулирует гены синтеза пуринов. И если мы посмотрим на мотивы, это предковое состояние, рибозный репрессор, и это тот белок, который остался рибозным репрессором, но у него поменялся мотив. Он теперь узнает немножко другие сайты. А сверху это тот, который стал пуриновым репрессором. У него мотив сохранился, но зато, наоборот, поменялся кафактор. Ну, на самом деле, если посмотреть на вот эту карту метаболических путей, то там рибоза с пуринами живет недалеко. Рибоза живет где-то вот в начале пуринового пути. Является там какой-то модифицированный рибоза, является просто предшественником для синтеза пуринов. И, по-видимому, тут произошло вот что. Сейчас у меня, наверное, картинка есть. Но это, собственно, я уже рассказал. Вот случилась дупликация. Одна копия поменяла мотив, а другая копия поменяла кафактор. А на дереве, по-видимому, произошло что-то похожее на то, что произошло с фруктозным репрессором, когда он стал глобальным регулятором. Этот рибозный репрессор, он пополз по метаболическому пути захватывать пуриновый путь. Ну и захватил. И стал пуриновым репрессором. В «Звездных войнах» кто-то стал кем-то, я не помню. Вот это вот та самая история. Так, ладно, это я, наверное, уже не буду рассказывать, бог с ним. И, собственно, выводы к этой истории не отличаются от вопросов, которые были заданы в начале. Вопросы как были, так и остались. Что мы видим, что регуляторные системы очень подвижные, что регуляторы легко теряются, регулоны легко увеличиваются. Все это происходит. И, в принципе, у нас нет никакой хорошей эволюционной модели, которая это бы объясняла. Да, у нас нет никаких численных оценок, с какой скоростью это происходит. Ну, кроме вот этих лассиговских работ очень общих. Мы видим, что типичная ситуация, вот если мы сравниваем регулоны одного и того же терактивационного фактора из родственных бактерий, что типичная ситуация, когда есть некоторая общая часть этих регулонов, такой кор, и периферия, то есть гены, которые где-то регулируются, где-то нет. Если мы теперь посмотрим на метаболические пути, да, я в основном рассказывал про регуляторов метаболизма, то это выглядит очень естественно, потому что вот этот кор, это как раз и есть основной метаболический путь. А видоспецифичные гены, это какие-то ответвления от этого пути, может быть, захват части другого пути. В общем, вот с метаболической точки зрения получается, что консервативные части регулонов очень хорошо соответствуют метаболическим путям в таком нашем естественном понимании биохимическом, да, вот из учебника. И опять я на прошлой лекции вчера, значит, учебник биохимии обижал, но на самом деле метаболические пути, описанные в учебнике биохимии, разумны. И анализ регуляции, ну, по большей части разумны. И анализ регуляции это подтверждает. Но основной вывод состоит в том, что, во-первых, нужно, как всегда, нужно больше данных, причем нужны данные специфические, нужны данные именно по индивидуальным различиям между геномами, а вот их довольно трудно придумывать. Очень хорошо получаются вот эти истории с корреляциями в факторах и в сайтах, и у нас таких историй, у нас несколько семей с таким способом изучено, и там, в общем, всегда получается довольно разумно. Там не получилось вот что. И это жалко, я не знаю, дело в данных, или дело, в смысле, что их недостаточно, или действительно модель была, гипотеза была неправильная. Потому что вот эту вот историю с коэволюцией факторов транскрипции и сайтов связывания, ее, в принципе, было бы, естественно, объяснять вот каким способом. Смотрите, происходит мутация в факторе транскрипции. Он свои старые сайты узнает, но хуже. Но, мы знаем, нас Лессик научил, что если хоть какое-то узнавание есть, то положительный отбор этот сайт опять сделает оптимально. И, соответственно, все сайты... Нам что надо объяснить? Нам надо объяснить, что во многих местах сразу произошли одни и те же события. И объясняется это тем, что вот на эти места, вот на разные сайты одного и того же фактора, значит, в разных местах генома, действует просто одна и та же сила отбора в одну и ту же сторону. По свистку вот... Удивительно, когда все люди побежали в одну сторону вдруг. Вот была толпа, и потом вдруг все побежали. Но если окажется, что их предварительно проинструктировали, что по свистку надо бежать там куда-нибудь, вот они и побежали все в одну сторону. Здесь то же самое. Когда фактор транскрипции поменялся, все сайты начали мутировать так, чтобы наилучшим образом соответствовать вот этому новому фактору транскрипции. Очень хорошая, красивая модель. Из этой модели следует, что если мы строим вот эти события изменения факторов транскрипции мотивов, если мы их кладем на эволюционное дерево бактерий, то события в факторе должны происходить перед событиями в мотивах. И, в общем, по-хорошему нам этого показать пока что не удалось. Вот те примеры, которые... Мы на семействе Меррера это смотрели. И там похоже, что тенденция есть, но очень слабая, и вот ее аккуратно доказать не получается. Ну вот поэтому надо думать дальше и там собирать данные дальше. Ну, собственно, все. Сейчас я просто покажу, кто все это делал. Это довольно много. То, что я рассказывал, это на самом деле работы, которые начались там 15 лет назад. Это действительно за довольно такой отчет, за довольно большой период времени. Ну, тут перечислены люди, которые этим занимались, там разными деталями этой истории. И сейчас все это, в общем... Сейчас Дион тут... Да, сейчас этим в основном занимается Дима Родионов. Он, значит, вот мой бывший аспирант. У него сейчас группа у Астермана в лаборатории, в Лохой Астерман. Я, опять-таки, вчера рассказывал, это вот тот самый биохимик, который шки маткиназу архейную открыл, и много всего хорошего, да. Вот Дима сейчас сидит у него. То есть часть времени сидит у него, часть в Москве. У него в Москве есть аспиранты, которыми он по скайпу руководит, ну, или иногда приезжает и руководит. Вот. И вот вся вот эта регуляторная наука в значительной степени, значит, он ее продолжает делать. Ну, какие-то мои ребята тоже немного... Те, которые вот молодые аспиранты пришли с тех пор. Значит, тоже мы что-то пытаемся делать, но в таком уже более глобальном аспекте. Да, вот эта вот история про стриптококков, это вот Павел Шелякин, в частности, делал. Вот просто... общие факты про эволюцию межгенных областей, да, вот про революцию регуляторную, да. Там оценить силу отбора, которая действует на межгенной области. Вот такого сорта вещи мы пытаемся делать. И, в общем, все это продолжается. Тут написано, что это было поддержано российским научным фондом. Это, правда, ну да, нет, исторически было поддержано. Сейчас они перестали нас поддерживать и решили, что мы недостаточно велики. Вот. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова